здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодняшнее видео у меня наверно от новой коллекции бронела кучинели и там есть такой джем перочек очень такой симпатичный сейчас я вам его покажу вот по сути узор не сложный но я пыталась приблизиться к нему конечно это машинная вязка понятное дело что спицами добиться таких вот дырочек нужно прерывать нить чего очень их мне не хотелось поэтому я попыталась приблизиться вот воссоздать вот эти дырочки по по мере возможности вот вижу сюда вижу такой вот свитерочек пробую и хочу показать вам узор сам свитер снимать не буду первая вещь я вот это вот положу там как фун первое что у меня спицы двух диаметров 3 миллиметра и четыре с половиной миллиметров и одна дополнительная для жгута вот который не обязательно значит вот после резинки если считать после резинки я провязала 5 рядов чулочной гладью это начало и этими спицами 3 миллиметра резинку я вообще вязала спицами 2 миллиметра и теперь на изнаночный ряд он 6 у меня я перехожу нас четыре с половиной миллиметра и теперь что хочу сказать значит число петель должно быть кратно 8 вот весь узор у нас кратен восьми петлям что еще вот понятное дело что руках петли будут добавляться и вклиниваться постепенно в узор для спинки количество пить для спинки и передней части количество петель кратное 8 плюс у меня здесь 6 петель 2 кромочные и по две петли по бокам потому что жгут чтобы чтобы жгут не затягивал как бы этот боковой шов не перед не перетягивал вот поэтому я так рассчитала провязала я изнаночный ряд уже этими толстыми спицами теперь теперь мы будем делать эти жгуты так помним да я сказала что у меня здесь 6 петель как бы лишних кромочная и 2 лицевые с краешку теперь сами сами жгут и я снимаю 4 петли на вспомогательную спицу и оставляю перед работой и провязываю следующие следующие 4 петли далее провязывая петли со вспомогательной спицы теперь снимаю снова 4 петли конечно весь ряд у нас будет вот так вот чередоваться теперь оставляю за работой и вяжу следующие 4 петли снова петли со вспомогательной спицы и вот снова повторяем с этого момента то есть снова снимаю 4 оставляю перед работой потом следующем случае за работой и вот так вот чередует до конца ряда так вот смотрите я довязала до конца ряда и соответственно в конце у меня осталось 3 петли 2 лицевые и 1 изнаночная теперь я снова перехожу на тонкие спицы и вяжу ими 4 ряда начиная вот с изнаночного с изнаночного то есть далее вяжу тонкими спицами 4 ряда до следующих как бы жгутов так вот смотрите провязала я 4 ряда на тонких спицах и теперь я снова перехожу на толстые снова у меня изнаночный ряд вот видите толстые спицы я пробовала для того нам нужны чтобы эта дырочка у нас получалось побольше я предполагаю что если еще взять большую разницу между спицами то есть здесь где-то миллиметров 6 то дырка будет еще больше но не уверена что будет красиво выглядеть так я вяжу изнаночный ряд на больших спицах и следующий ряд наш жгут со жгутами мы вяжем в начале эти 3 петли 3 петли которые у нас были вот до этого до этого жгута и вяжем 4 петли со жгута то есть всего 7 петель 1 2 3 4 вот теперь мы делаем таким вот образом снова вяжем жгуты но только в шахматном порядке видите здесь у нас была дырочка в прошлый раз теперь у нас будет такой вот перебросик здесь то есть они будут расположены в шахматном порядке только теперь первые четыре я оставляю за вязанием теперь спицы дополнительно теперь петли с дополнительной спицы так и следующее перед вязанием то есть наоборот прошлый раз у нас это было наоборот и теперь петли с дополнительной спицы и так далее девчонки теперь то же самое мы чередуем но только в таком порядке продолжаем наше вязание до конца ряда в конце ряда у нас останется 4 петли и 3 петли дополнительных смотрите сделай сделала я последний жгут здесь у меня осталось 4 петли от этого жгута который у нас начали и 3 петли которые дополнительные далее я снова перехожу на тонкие спицы и вяжу 4 ряда по узору то есть чулочной гладью снова повторяем все как мы и вязали и так я провязала 4 ряда тонкими спицами и вот видите уже изнаночный ряд 5 провязала на толстых спицах и теперь снова жгуты как в первом случае так оставляем перед работой потом провязываем и второй раз мы оставляем за работой все как вот здесь вот и и потом соответственно девчонки мы меняем делаем вяжем все то же самое то есть сейчас мы уже повторяем все наше вязание отсюда от первого переброса продолжаем таким вот образом вязать и вот хочу вам показать результат это я уже разутюжила видите и на синем фоне и на синем фоне хочу вам показать как бы вот эти вот дырочки то вот они наши дырки которые в свитере а вот здесь вот я попробовала взять толще спицы вот даже вид на эти протяжки да действительно дырки немного больше то есть если брать не четыре с половиной а еще больше вот так вот кстати они если в изделии этот узор дырочки провисают его лучше видно вот ну в инстаграме потом покажу свитер вам ну все девчонки я думаю все понятно на сегодня все с вами была века и школа рукоделия вот кстати рукав этот который я вам показ вид на дырочки все здесь прекрасно видно тем более что если учитывать то что у меня очень тонкие нитки 600 метров 100 граммах поэтому вот такое оно все воздушное а если потолще нитки то узор будет выглядеть по-другому немножечко я думаю лучше вот все девчонки сегодня с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока